Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Кутузов. Сейчас я хочу пригласить пользователя этой ванной печки. Здравствуйте. Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за прибор и что он себе представляет, с чего он здесь находится. Если мы знаем, что приедем в гости, накануне мы протапливаем печку, закрываем трубу, за ночь кирпич прогревается и на следующий день одной тупки достаточно для того, чтобы, например, часов в 12 зайти и уже полноценно париться с вениками. До вечера. До вечера. И все гости удивляются, что с 12 до 12 вечера здесь никто не стоит, не подкладывает дрова, печка не топится и пар никуда не теряется. И вот он с 12 до 12 можно вот очень-очень интенсивно, 5-7 заходов, шикарный пар. Но самое интересное, что и на следующий день после этого можно прийти. Гости у нас обычно остаются ночевать, на следующий день утром встают, идут в баню и опять можно с веничками не топить. Не топить, а просто вот заходят и парятся. Но самое интересное, что еще и потом, через день, можно прийти, полежать, прогреться и температура в парилке будет очень-очень высокая. То есть вот нам нужно 3-4 топки в общей сложности для того, чтобы баня на трое суток отдавала свое питье. Вот сейчас в парилке 3-е сутки, заканчиваются 3-е сутки. Можно пройти, посмотреть сколько там. В парилке сейчас 60 градусов, показывает градусник индикаторной на стенке. Печка на ленте. Мы сейчас это посмотрим. Температура вверхи 37,5 градусов. Температура поддувала 30,4 градуса. Между ними температура 36 градусов. То есть, ну вот, можно считать, что топка остыла. Остыла. В передней части, да? В передней части. Боковые стенки показывают 64 градуса. Задняя стенка 64 градуса. И эта боковая стенка 63 градуса. То есть, в целом, можно сказать, что топка разогрета равномерно. Ну, нужно еще сказать, что мы топили. Вот сегодня 13 сентября, 8 часов вечера. Топили мы 11-го в 10 утра. Закрыли их. Все, теперь можно идти в твою. Пока там не выписали весь парк. Пока весь парк не выписали, а то уже ходили 6-8 раз. Ха-ха-ха. Толбами. Это моечное, это парильное, парильное отделение, собственно, вся фишка этой вани. Открываем дверь. Это парильная комната, парилочка, да. Здесь мы видим освещение, звездное небо, оптоволоконное. Здесь оптоволоконное освещение. Индикаторные градусники с подсветкой. Градусник показывает 60 градусов. 60. Влажность показывает 48 процентов. Сихрометр. 48 процентов влажности. То есть дышится абсолютно легко и свободно. Непересушенный воздух. Но печка жарит прямо вот в щеку. Значит, температура печи 66 и 4, 67, 67, 68, 63, 62 и 2, 64 и 4. Равномерность разогрева массива печи одинаковая. Плюс-минус один градус, то есть от угла и до угла. Открываем каменку. А теперь смотрим сюда. В каменке остаточная температура через трое суток 85 градусов. 84 и 1, 86, 85, 82 и 83. То есть камни 82 и 1. То есть камни по всей каменке разогреты равномерно. Здесь сделана покладка из нефрита. 200 килограмм нефрита здесь лежит в этой каменке. Чаша была взята у Ивана Сергеевича Кулина. Его разработка это чугунная ложа. Один из сюжетов бань Кулина. Здесь также использованы некоторые идеи. Это идеи вентиляции парильного помещения и подогрева полом. Вот если мы сейчас посмотрим на пол, мы увидим, что температура пола 39 градусов. 39. То есть никаких электроподогревателей. Это все заслуга печки. Печка стоит на шамцах и по полу проходят воздушные каналы. Куда заходит воздух, то есть под обшивкой. Значит под обшивкой создан свой утеплитель. Из домашних материалов. Обои. Треслои обоев. Но! Треслои обоев удерживают микроклимат. И экологическую составляющую воздуха. Это известковый набел. Известковый набел толщиной 4-5 миллиметров. На глина известково-опилочном растворе. Толщина обмазки стен. До двух сантиметров. За счет неровности стен. За счет неровности. 2-3 сантиметра. Здесь набрызг. Глина известково-опилочный. Точнее не опилочный, а стружечный. Стружку. В раме привозят стружку. Стружку. Сухую стружку. То есть. Известка. Глина. И стружка. Вот таким составом. Она оштукатурена. Толщина 3 сантиметра. Потом набита обрешетка. И потом перенаконит. А поверх обоих уже вот. Вот так вот. Это создало термос. Термос. То есть. Это позволило создать термос. То есть. Чтобы отсюда тепло никуда не девалось. Кроме того. Теплый воздух. Поднимаясь вверх. Если внимательно посмотреть. Как вагонка сшита. Сшита. Собрана в паркет. Вагонка из ольхи. Видите. Вот такие. Между шипом папой и мамой. Такие. Квадратненькие. Небольшенькие. Отверстия. Значит. Они такие же есть в потолке. Значит. Через них. Теплый воздух. Поднимаясь к верху. Под обшивку. Проходит. Между. Двумя. Слоями. Проклейки. Опускается вдоль стен. По мере остывания. И уходит под пол. Под пол. Значит. Когда печка топится. Или даже не топится. Она просто сейчас горячая. Горячая. И открыта труба. Значит. Создается инжекция. Создается тякор. То есть. Теплый воздух. Удаляется в небо. Создается тякор. Значит. Печка стоит. Стоит на шансах. Вентиляционные каналы. Из-под пола. Заходят. Частично. Для зажигания. Факела. Частично. Заходят. В коллективную рубашку. Которая находится. Вокруг. Ступая. Отсюда. Около напольного пространства. Внутрь печи. Конвективную рубашку. Нагревается. Нагревается. Вокруг. Через вот эти инфляционные отверстия. Теплый. Подогретый. До 60 градусов. Вот сейчас температура шамотного ядра. Шамотного ядра. Шамотного ядра. Которая там есть. 60 градусов. 60. В топке. Температура. Когда мы мерили оттуда. Была. 67 градусов. Температура ядра шамотного. Вот здесь. 58 градусов. 58. Вот здесь. 63 градуса. 10. 60 градусов. То есть. Равномерность разогрева. Равномерность разогрева. Коллективные рубашки. Умоповручительная. Просто. Умоповручительная. Ну и вся печка. Внутри топки 67. Снаружи топки 67. Стенки 62. 53. 55. Как это значит? А температура стен. При этом. Что? Воздух. Воздух. Сейчас градусник показывает. 60 градусов. 60 градусов. Температура стен. При этом. Вот напротив лица. 39,5 градусов. 39,5. Значит. Вот. Допустим. Возле окна. Температура 41 градус. Температура стен. Вот. Возле окна об решетке. Об наличнике. 42 градусов. Потолок. 45 градусов. Потолок. 45 градусов. И опять же мы видим. Полок. 36 градусов. Разница между потолком и полком. Всего 9 градусов. Это при том, что сейчас я с вами уже разговариваю 10 минут. И дверь в варилку открыта настижь. Настижь. Это при всем при этом. Разбег по температуре всего 10 градусов. То есть это говорит об очень равномерном разогреве воздуха. И о внутренней циркуляции воздуха. Который вот проходит. Ну помрачительно. Дверь открытая за 10 минут. Я вам хотел. Инфракрасное излучение просто превосходит всякие ожидания. Печка дает очень мощный поток. Инфракрасное излучение. То есть можно париться без пара. Я за 10 минут стал весь мокрый. В температуре 40 градусов. Овечка 60. Овечка 60. Я еще хотела 1 минуту помочь. Я ловлю петь Александру Кутубову отзыв. За его отношения с заказчиком. Мои требования были абсолютно нетривиальные. Мне нужно было, чтобы в этом месте топка была ровно по центру стену. Это мне нужно было из эстетических соображений. Но при этом, чтобы в парилке камень была вот в этом углу. И еще, чтобы труба выходила на второй этаж. И она не портила мне кухню, а была примкнута вот сюда, в этом помещении наверху, к туалету. И вот как совместить вот эти три вещи, мне сначала сказали, что это невозможно. Но Саша смог. То есть, да, задачи стояли, конечно, нетривиальные. Но по климату, то есть то, что в принципе декларировалось изначально, да, после обсуждения. По климату, ну, превзошло даже мои ожидания на самом деле. Я вообще, он обратно сказал, ну, то есть, что получилось. Все пожелания и физические, функциональные, и какой-то вкусающий. Результат, да. Он меня тоже очень впечатлил. Я мечтаю тебе попариться в этой паре. Уже я пропотел. Пока. А мы договорились. Все, договорились приехать попариться. Все, спасибо за внимание. Я Александр Крупузов.